Всем привет! Открытие могилы Тутанхамона стало археологической находкой века. Ровно три тысячи лет усыпальница стояла неприкосновенной. Ее не тронули нежадные до поживы расхитителей гробниц, не религиозные фанатики. 16 февраля 1923 года египтолог Говард Картер и археолог-любитель Джордж Корнервон спустились в гробницу. Жить им, как и прочим причастным к этому делу, оставалось меньше года. Также вы можете подписаться на канал, нажав на значок подписаться под видео. Поехали! Ребенок-правитель, молодой фараон Тутанхамон, вступил на престол в нежном возрасте 9 лет и умер примерно 18. 10 лет правил Тутанхамон Египтом и успел за это время совершить множество видных дел. От покорения сирийских племен до умиротворения двух противоборствующих религий. Смерть его стала столь же загадочной, как и появление на свет. Даже в те далекие времена люди очень редко умирали так рано. Загадка рождения. Удивительно, но египтологи до сих пор не могут представить точного происхождения Тутанхамона. Существует две версии. По одной, отцом фараона был Эхнатон. По другой, Сменхкар. Обе не выдерживают критики. Радиоуглеродный анализ показал, что ДНК Тутанхамона не близка ни одной из этих групп. Таким образом, самый известный фараон Египта буквально появился из ниоткуда. Последний из королей. Открытие истинной могилы Тутанхамона повергло археолога в шок. Гробница три тысячелетия стояла нетронутой, хотя все прочие захоронения в долине царей были давным-давно разграблены ворами. В 1922 году экспедиция британского аристократа Джорджа Эдварда Стэнхоупа Малинэ Герберта, пятого графа Карнарвона, впервые подошла к запечатанным дверям гробницы Тутанхамона. Что нашли внутри? Найденные в гробнице сокровища оцениваются в несколько миллиардов долларов. Весь мир в ту пору прислушивался к вестям из долины царей. Сюда же принялись стекаться многочисленные проходимцы и любители наживы. Впрочем, длилось торжество недолго. Незапная смерть лорда Карнарвона настолько испугала публику, что в несколько дней пространство у гробницы вновь опустело. Внезапная гибель. Итак, Карнарвон умер. Умер при крайне загадочных обстоятельствах. Через два дня после того, как поднялся из гробницы на поверхность. Более того, на шее у британского аристократа Корнер обнаружил шрам, идентичный тому, что находился на шее мумии фараона. Этот факт был задокументирован корреспондентом газеты Daily Mail Артуром Уэйгал. Тьма над Каиром. В момент смерти Карнарвона во всем Каире внезапно отключилось электричество. Может быть, конечно, это и простое совпадение. Правда, в этой истории слишком много совпадений. Собака лорда умерла в тот же вечер в родовом замке Хайклер. А сообщение о гибели Карнарвона пришло лишь на следующий день. В последующие жертвы вскоре началась череда смертей всех, кто был хоть как-то причастен к вскрытию гробницы фараона. Археолог Артур Мейс, рентгенолог сэр Арчибальд Дуглас Рейд, финансист Джордж Глоуд, также побывавший в гробнице. Брат Карнарвона, путешественник и дипломат, полковник Обри Герберт. Спустя несколько месяцев список продолжился. Погиб присутствовавший на открытии гробницы член египетской королевской семьи. Принц Али Камель Фахми Бей застрелен своей женой. Также умер младший Корнарвон, Мервин Герберт. Сэр Артур Конан Дойл. Сэр Артур Конан Дойл, высказав свое личное мнение в пользу существования проклятия, предположил, что смерть лорда Корнарвона была вызвана некими элементалями, созданными жрецами Тотанхамона, чтобы охранять царскую гробницу. Это еще больше разожгло интерес в средствах массовой информации. Данное знаменитым и уважаемым писателям объяснение было достаточно гибким и при желании могло уложиться как в научную, так и в мистическую версии случившегося. Испуганный фашист не верит в силу проклятия при таких доказательствах было просто глупо. Люди по всему миру проникались страхом к египетской мифологии, а Бенита Муссолини, узнав о смерти Корнарвона и Гоулда, приказал немедленно удалить из палаца Киджи, привезенную ему в подарок, египетскую мумию. Остерегайтесь мумий. Конечно, сегодня ученые меньше всего склонны расценивать гибель людей как следствие некого проклятия. Существует несколько более научных теорий, вполне способных объяснить внезапные смерти. К примеру, древние мумии могли нести в себе некоторые опасные виды плесени. Гуана летучих мышей – опасные бактерии. Ричард Бахман из Корнуэльского университета предполагает, что гибель лорда Корнарвона явное тому свидетельство. И скончался он, по мнению исследователя, от контакта когтя летучей мыши с ранкой на теле лорда. На сегодня это все. Не забудьте подписаться и посмотреть другие видео на моем канале. Ну а если вам понравились мои видео, то ставьте лайк. Субтитры сделал DimaTorzok